Кинокомпания Миромакс Интернашнл В Мексике, Африке, Америке По всему миру осетинский дон Жуан Ирбек Персаев покоряет сердца красавиц А заодно снимается в кино, дублируя звезд масс-фильма и Голливуда Ирбек один из лучших каскадеров Выше и самое высокое У нас есть характер У нас есть характер Мы, можно сказать, так сказать, ничего не боимся Мы идем вперед и делаем все уверенно Они все это делают с опаской То есть с опаской, они через чуть перестраховываются Сегодня Ирбек занесен в каталог Голливуда Так что американские киношники В любой момент могут вызвать его на съемки Ирбек снимался в полицейской академии Шальной пули Последней работой фильм Глори Глори Который познакомил Ирбека с такими звездами Как Гэри Бьюзи и Стив Бауэр Фильм о девяти девушках По сценарию они бандитки, которые когда-то были обижены мужчинами И теперь мстят всему свету В нескольких эпизодах Ирбеку пришлось дублировать блондинку Бекки Такие переодевания для каскадеров привычное дело А начинал свою карьеру Ирбек в маленьком осетинском городке Когда мальчишка скакал на лошадях без седла и уздечки В 13 лет на потеху соседям исполнил первый каскадерский трюк Запрыгнул на ходу в кузов грузовика Тогда он чудом увернулся от колес мчащейся машины Спустя годы похожий трюк пришлось делать для какого-то американского фильма про индейцев Ирбек прыгал на бешеной скорости с лошади в карету Сделал трюк с первого дубля Там они все, вся группа, браво, рашинг, стандмены А я понять не могу, ну вроде бы так особо, ну что там такое В раз прыгнул, как говорится, для разминочки А они там поджимают, обжимают, все, спасибо, все Оказывается, они три дня это все снимали А был каскадер Я в первый раз в жизни дублировал каскадера, а сам он американец был Чтобы стать каскадером, мало закончить курсы актеров и каскадеров во ВГИКе Надо быть одержимым, немного сумасшедшим Перед съемками каскадер подписывает бумагу, где говорится о том, что отныне за его жизнь никто не несет ответственности Нам трудно это представить, но Ирбек и его коллеги из конного театра каскадер действительно регулярно рискуют жизнью и здоровьем К опасности, оказывается, человек тоже привыкает как к наркотику Теперь без адреналина в крови Ирбек жить уже не может И без красивых... Предлагают ему родную душу, они воюют и любят Когда-то, говорят, они даже имели совместных детей, кентавров Любая девушка мечтает о том, чтобы встретить в своей жизни принца на белом коне Сегодня мы отправляемся на поиски такого принца и, признаюсь честно, мы его нашли Ирбек Персаев, артист кино и цирка, каскадер За 20 лет своей работы он сыграл и принцев, и ковбоев, и многих других Будучи настоящим джигитом, он умеет обращаться с лошадьми, как никто другой Это тяжеловоз у нас, полутяж А сколько он весит? Ну, он где-то сейчас будет весить, ну, килограмм 600 Он будет весить С лошадью общаемся только на вы Только на вы Даже вот подходишь к лошади Вот даже человек, допустим, ну, бывает же не в настроении, допустим, да А лошадь уже чувствует это На поверку лошади оказались очень умными и добрыми животными Правда, когда подходишь к существу, весящему около тонны, понимаешь, что каждый шакр внасилен подвигу Можно мне совершить попытаться подвиг и угостить его? Конечно Это не страшно? Так, только вот полностью ладонь Да, вот так А, вот так Ага Вот сколько я вот работал, еще ни разу никогда я не покорячил ни одной лошади И я такого не помню, чтобы лошадь какая-то пострадала у нас на стенках Никогда Даже вот иной раз шутят, вот мы приезжаем на площадку, когда, ну, на съемки Кто, говорит, приехал? Ну, говорит, каскадеры, вот, елки А чего, говорит, они приехали? Они же, говорит, ездить-то не умеют Все время, говорит, падают, да и падают, говорит, постоянно Несмотря на падение, количество влюбленных женских сердец вокруг Ирбека возрастает с каждым днем При этом работает он по всему свету Зрительницы канала Муз-ТВ, программы Зум Запомните, что принца, настоящего принца на белом коне Да и не только на белом, надо ловить где-то между Мексикой, Южной Африкой Да вообще по всему миру АПЛОДИСМЕНТЫ День, в эфире! В эфире ваша любимая программа Большая Ширка! Уже сегодня, уже сегодня, в эти минуты, в эти минуты в Голливуде Объявляют номинантов на премию Оскар 2000 Была депрессия? Была, очень серьезная, да В финансовом плане вы чувствовали себя, вот, как Приходится рисковать жизнью на съемочной площадке Много лет он работал в цирке, исполняя разные трюки А потом его стали приглашать американские продюсеры Как раз вот за голливудских звезд участвовать в съемках Итак, встречайте, великолепный трюкач, мастер джигитовки, звезда каскадерского искусства Ирбек Персаев сегодня у нас в гостях Добрый день! Что такое джигитовка? Ну, джигитовка, это значит, ну, это элементы циркового искусства Это значит, я так объясню коротко Допустим, вот лошадь скачет И в этот момент нужно спрыгнуть с лошади, потом опять на нее запрыгнуть Опять же запрыгнуть, лечь поперек, с поперка на шею, с шеи в седло и так далее Ну, цирковые элементы, вот это называется джигитовка То есть вы дублируете звезд? Звезд, да Ага, давайте у нас есть рабочие фрагменты съемок Давайте посмотрим, как вы как раз все это делаете И как давно попали в американское кино? Ну, где-то в 90-х годах В 90-м Ага, где вы? Вот сейчас будет, это я вот на лошади Вот это на лошади, я, это второй дубль Вот сейчас падение будет в витрину Пробивание витрины Не больно? Ну, по-разному бывало Бывало и больно И что это за фильм был? Что это за фильм? Это вот Глори Глори А почему получилось так, что вот в американской киноиндустрии потребовались наши каскадеры? Их хуже или почему? Ну, я бы не сказал, что они хуже Ну, у нас есть характер, у нас есть дух Мы духом как бы сильнее Вот пример Снимали, когда от заката до рассвета, третья часть Там нужно было сделать прыжок, ну, на полном галопе И запрыгнуть на дирижанс, на карету И нужно было именно это прыгать сбоку Ну, я уже все прикинул, все рассчитал, все, я говорю, я готов Ну, и с первого дубля сходу уже все сделал Все сделал, то есть все нормально И тут они в восторге Первый подбежал ко мне главный оператор Обнимает меня, целует, все А я понять не могу, в чем дело оказывается Они эту сцену снимали три дня и так не могли снять А мы вообще не в курсе были Там такие аплодисменты были Но платят ничего? Кстати, здорово платят Хорошо платят, да? Даже, я могу сказать, к примеру, даже бывают простые скачки Это не трюки, ничего, простые скачки Ну, 400-500 долларов, это без трюков Трюки это уже отдельно Ну, от сложности Мальчишки все в конную секцию, вы поняли? Так что давайте То, что наша каскадерская школа не хуже голливудской Мы сможем убедиться Наша каскадерская школа не хуже голливудской Мы сможем убедиться Автомобили компьютерных спецэффектов Именно они делали кино зрелищным И даже сейчас, в конце 20 века Работа с лошадьми остается самой сложной Из всех каскадерских специализаций Ведь человеку приходится иметь дело Не с бездушной техникой, а с живым существом Конный театр «Каскадер» существует уже 13 лет В нем работает 47 лучших в мире конных наездников Недавно они заняли первое место На международном фестивале каскадеров Раньше я помню, вообще слово «каскадер» еще не знали Просто вышел фильм когда Вот, я думаю, многим за кофе «Каскадер» фильм американский Вот после этого уже многие стали Это большого каскадера Ирбек говорит про себя в шутку, что родился на лошади Сидли он вот уже 20 лет За это время вместе и даже в Голливуде Где снимался в фильме «От заката до рассвета 3» По его словам, американские режиссеры Были просто поражены смелостью и мастерством российских каскадеров А однажды Ирбеку пришлось даже дублировать Своего американского коллегу Нашего каскадера попросили исполнить трюк По русским меркам не очень сложный Догнать карету и на полном скаку на нее запрыгнуть Что, собственно, Ирбек и сделал с первого дубля Ну и тут вся группа подбежали Все обнимают, поздравляют хлоп Операторы вообще там в радости А мы понять не могли, в чем дело Оказывается, они эту сцену снимали Три дня Три дня они туда-сюда носились И не могли, видимо, каскадер Я не знаю, что у него Работа женской половины театра, к сожалению, уже не видели полгода И все же продолжают работать Потому что, по их словам, каскадерами не становятся А рождаются И с этим уже ничего не поделаешь Голливуды это Студия, все студии здесь находятся В Голливуде Вот сейчас были на съемочной площадке Продолжение снимают в фильме Как он человек, который в Продолжение снимает Это ваш трейлер, too, right? Ирбек Персаев Ирбек Персаев Ирбек, пожалуйста Ирбек, пожалуйста Ирбек, пожалуйста Вот такая боевая лошадка Стойка такая боевая Вот из Калифорнии, из Голливуда Поедет в Россию А в частности, куда? В Осетию поедет По родину Вот Долго она ждала меня, эта лошадка Какая награда Это была большая Вот новые транзакции Вот она Полея звезд Полея звезд Хожу, вот полея звезд Голливуда Или что там, да Мы штуршалом, Голливуда Из Голливуда Осетии Большой привет Огромный город Голливуд Голливуд приветствует Голливуд приветствует Ирбека Персаева Из Осетии Ну да Вот они вот Это Н surveщат Второй Голливуд Этот Когда На В Ф Ф Спасибо. Если вы любите садл, то нужно использовать этот садл. Это его отец сделал. Это его отец сделал. Дизайн был отец. Это тоже как казачий получается. Это немного широкий. Я люблю это, потому что у меня большие руки. Один и два пальца. Таким образом, я могу отец. В Лас-Вегасе мы его сделаем немного широкий. Потому что садл было так крепко. Я всегда... Лас-Вегас. Это очень удобно. Это немного широкий. Если я привожу их вверх, то я их вверх. Я привожу их вверх. Но если я привожу их вверх, то я привожу их вверх. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Это ваш трейлер. Наш господин Эрбек, в принципе, он не первый раз в Америке. Он очень часто снимался во многих американских фильмах с известными американскими актерами. Он родоначальник и основатель, так сказать, русской джигитовской школы. К сожалению, в наших джигитах очень мало осталось, но вот это главный, важный представитель. И мы очень хотим эту школу сохранить здесь, обогатить, наслаждаться и обогачать. Большой ура, господи Верной Курёв! Дружеский совет пришел, чтобы тебе провести на ненадолгий добрый путь. Свою семью, мы знаем, у тебя есть планы, чтобы они все ощутились. Мы все тебя любим и обожаем. Ждем вас. Хорошего тебе, доброго пути и прекрасного возвращения от всех наших друзей. От Вестика. Тебе и от Вестика в том числе. Тебе этот подарок. Спасибо. Будьте здоровы. Ура! Первое, что ты сделал, сплотил много друзей. Много прекрасных людей рядом с собой, брат. Красиво. Все. И это большая, великая вещь. Спасибо тебе. Качаем. Ждем. Качаем. Качаем. Ура! Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Валтура. Я еще семью. Проверяю. Самое главное, это когда вот такое теплое время, и большинство. Главное, мы христили. И дай Бог, чтобы это и дали, чтобы нас это другое, надо продолжать. И планы, планами. И помимо планов, чтобы мы не встречались. Спасибо большое, чтобы от сердца говорили. Да, фута. Да, фута. Да, фута. Ну, да, не надо ничего это. За все. Спасибо всем, всем, всем. Спасибо. Спасибо, брат. Спасибо за все. Она одна из первых моих лошадей. Да? Да. А передачу. Да. Поедет в Калифорнию, в Осетию поедет. Спасибо. Да. Warner Brothers представляет. Полицейская академия, часть седьмая. Миссия в Москве. Повальки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кинокомпания Miramax International представляет DimaTorzok Los Hooligans Production От заката до рассвета. Фильм третий. Дочь палача. Субтитры сделал DimaTorzok Она же твоя дочь. Твоя плоть и кровь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогой, черт что? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ваш дружелюбный сосед, ну, сами знаете, многое изменилось с тех пор, как меня укусил паук. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, без разведки они не пойдут? Давай мы встретим разведку? Давай Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Не шуми, товарищ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Николаевич, мы тут на самогон поспорили, шляпнет тебя, атоман или нет. Ну и кто выиграл? Коню, понятно, батюр. Поздравляю. Сам выпишешь или с друзьями поделишься? Подумаю. Да, что-то долгонька обойма залабазом стучала. Вот только что. Твоя, что ли? А я? Значит, все? Значит, все. Сына-то как назовешь? Николай, пойдет? Пойдет. Царское имя, как-никак. Да? Ничего. А вот скажи, если вот так случится твоему сыну за отца до последнего, пойдет, как думаешь? Да что тут гадать, фрау. Бывает, что и сын на отца идет. Ну что, по коням? По коням! По коням! По коням! По коням! По коням! По коням! Субтитры подогнал «Симон» 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. А старики, женщины, дети. Приказ Хаттаба. Хаттаб там, а я здесь. Но тебе, я вижу, больше нравится, когда командуют арабы и негры. Все мусульмане наши братья. А если не согласен с приказом, позвони, скажи ему сам. И скажу, чем все в ловушке, значит будем драться до последнего. А старики, скажи, что ты не согласен. А старики, женщины, дети. Приказ Хаттаба. Хаттаб там, а я здесь Но тебе, я вижу, больше нравится, когда командуют арабы и негры Все мусульмане наши братья А если не согласен с приказом, позвони и скажи ему сам Я позвоню и скажу Тепле, так не беда не подавлять Да и здесь, думаю, не растерялся бы Знаю, о чем хотите говорить, уважаемые Дома разобьют Раньше были джигиты, воины А теперь превратились в стадо баранов, да? Что? Русских? Или русская похлебка слаще свободы? Мы три года были свободны, что? Все Вот вы и покупаете все Машины, замки, оружие А народ голодает Ты-то всегда был пособником русских Я помню, как ты ходил к ним на переговоры Что? Накормили похлебкой? Еще захотелось? Я плюю на твоя скорбь Бандитам! Нет места среди нас! Вот и все! Я пришел по поводу моего сына Владимира Федотова Дальше до Горькой горы Мимо Исути Ты-то что тут делаешь? В Африке места мало Взяли? Или сам сдался? Ты что? Ладно, Умар, сейчас некогда Надо уходить Сдался Ты что такое говоришь? Ладно, Умар, сейчас некогда Надо уходить И в каком сне не предполагали, что вот так вот свидимся, да? Не предполагали, что были В одной великой армии Великой страны А теперь я защищаю Не великую, а свою Которую защищали мои предки 200 лет назад А духи-то что здесь делают? Дамы и господа Наш самолет, следующий по маршруту Тушанбэ-Москва Совершил посадку в аэропорту Рамадедова Нам не оставят Толку от них не будет Он говорит, что А если убивать будут... По-русски кричи По-русски кричи А если убивать будут... По-русски кричи Ну что? Счастливо Счастливо Останавливай конец Отпойди солнышко Раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проходите, проходите! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стоп! 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 Не пошел. Стоп! 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 Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас В состав делегации ходит, в частности, премьер, председательствующий в Евросоюзе Португалии Антонио Бутыриши, глава Еврокомиссии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 МОТОН КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok